Всем приветики! Девочки, обидно аж до слез. Снимала видео на фотоаппарат. Вообще нравится на фотоаппарат снимать. Там качество, конечно, гораздо лучше. Ну, прям вообще, там карта, видимо, накрылась у меня. Я даже пост в Инстаграме сделала. Прям обидно-обидно, честное слово. И если это видео я сейчас еще пересниму, потому что, ну, тут как-то по-быстренькому, то с утра я снимала видео вообще о своих всех процессах начатых, которые у меня есть. И я не знаю, когда я его теперь пересниму, потому что что-то прямо желание пропало. Ну, о покупочках я, конечно, сейчас вам расскажу. Еще разочек, уже, конечно, без таких эмоций, но буду показывать, рассказывать, как есть. И так поехали. Девочки, скажите, пишите комментарии, кто такой же ненормальный человек, как и я. Потому что я себе сама миллион раз уже говорила, Аня, хватит, Аня, хватит. Ты хотя бы что-то выше, прежде чем себе покупать. Хватит уже хомячий. Но это, по-моему, болезнь. Она реально, реальная болезнь. И мы действительно сидим на игле в хорошем плане, но это действительно неизлечимо. Я очень долго сдерживалась от покупки. И у меня давно уже лежит в корзине там на 1, 2, 3 стичи наборчик, который Лена Алиандра Бергенбург сейчас уже начала. Боже, он такой классный. Я боюсь не сдержаться, но пока держусь, держусь. Но напокупала, вот всего напокупала. В общем, я держалась-держалась и как-то зашла на ebay. На ebay вообще нельзя заходить. Зашла на ebay, просто включила кросс-стич, наборы, и поставила цену от самой низкой. В общем, листала-листала, долисталась я вот до такого наборчика. Вот. Набор, ну, не знаю. Набор такой вот какой-то не очень-то прям уж ах. Но меня в последнее время тянет на игрушечки. И здесь буква А, хотя это набор Альфа и Омега. Вот это вот фирма такая. Буква А, меня зовут Аня. Я решила, а что бы мне не вышить такую игрушечку. Заказала, стоил он 2 доллара с бесплатной доставкой. Причем, когда пришел этот наборчик, уже на пакете там, ну, не всегда, но иногда пишется, сколько стоила доставка. И стоимость доставки была 2,35, что ли, или 2,45. В общем, продавец еще и переплатил, чтобы мне отправить. И было приятное удивление. На фотографии была не очень хорошего качества. И непонятно было, что тут вообще в наборе. Вот, и я приятно очень удивилась, потому что здесь 2 кренника, иголочка Джон Джеймс, и еще была зеленая ниточка, но ее дочка уже забрала. Вот, это 2 кренника, это в блендинг-фильме, я не знаю, видно вам. 0,01 и 0,02, ну, хайлайтер, да, получается, iChill. И иголочка Джон Джеймс. Классно, за 2 доллара, мне кажется, такая хорошая покупка. Даже вот 2 кренника за 2 доллара, прикольно. Следующая покупка была моя, был вот этот вот наборчик. Вот, ну, красивый наборчик, когда вот так вот со стороны на него смотришь, он классный, прикольный. И чем меня он заманил, это вот таким паспорту в виде окошка. Меня вообще сейчас прет на новогоднюю тематику, прям очень хочется. Жалко, вот, видео испортилось, я вам показывала, там, игрушечки какие я тут на Новый год пытаюсь сделать. Не знаю, сниму или не сниму видео. Но, в общем, хочется мне Нового года очень. И купила я этот наборчик, он был открытый, это было написано. И я его купила за 4 доллара и 2 доллара доставка. Я покажу вам его поближе, мне, конечно, вблизи он не очень нравится. Потому что здесь 14-я Аида и все-таки рисунок такой пиксельный. Но нравится само паспорту. Вот так вот он выглядит. Это паспорту в виде окошечка. Ниточки классные, расцветка просто вот прям воодушевляющая. И где-то здесь еще была иголочка. Вот так вот сверху он был распечатан. Ну, залезть можно спокойно, но, как видим, да, в принципе, содержимое на месте. Только куда-то я уже сама иголочку потеряла, потому что... Где она? Я снимала видео, и она была в таком фиолетовом пакетике. Может, где-то сейчас найдется. Следующий набор был, опять же, вот так вот издалека смотришь. Классный набор. У меня никогда не было наборчика ни с кораблем, ни с парусом, вообще ни с чем таким. А мне всегда очень хотелось наборчик такой. Вот. И попался мне случайно. Вообще, все наборчики, мне кажется, находят нас случайно. Ну, по крайней мере, меня так точно. Фирмы, которые, ну, вообще, как бы и не знаешь, они где-то случайно выплывают, и ты просто думаешь, о, классно. Вот, классный набор. Все единственное, что такое, ну, море немножко неспокойно, но мне очень нравится. Вот. Но, опять же, вблизи как-то, как-то, как-то не очень. Здесь тоже 14-я Аида. И почти полная зашивка. Не знаю, буду я его, ну, в ближайшее время точно вышивать не буду. Ну, пусть пока лежит. Это Эльза Вильямс. И купила я его за 7 долларов с бесплатной доставкой. То есть, цена классная. Я не жалею, что я купила, и мне здесь нравятся очень ниточки. Вы просто посмотрите просто на эти цвета. Вот, чем мне нравится снимать на телефон, это вот с фокусом не надо заморачиваться. Телефон сам все делает. Вот. Но нитки просто бомба. Нитки просто шикарные. И, ну, такой, не скажу, что прям вау, но классный набор. Следующие наборчики были это вот эти. Маленькие малыши. И, как вы можете догадаться, это все под влиянием Ютуба. Да, я насмотрелась видео, и я увидела в отшиве эту куколку. И очень мне она понравилась. Так как я сейчас вот хочу что-то игрушечек, игрушечек побольше новогодних, я полезла на ebay смотреть такие игрушки. Цены у них очень-очень разные. Нашла вот эти две игрушечки. Они были по 99 центов. Но у каждой игрушки была доставка, по-моему, 2,65 за игрушечку. Они продавались у одного продавца. И я стала писать, ну, как бы, можно мне сгруппировать, да, в одной же посылке отправлять. И чтобы не платить по 2,65. Мне сказали, ну, продавец ответила, да, все отлично, все можно. И, в общем, я отложила сразу в корзину эти два наборчика. Полезла смотреть, что у нее еще есть на страничке. Там таких наборчиков было много. Но вот этот вот, ну, вот эти два, они мне понравились больше всего. То есть мне очень понравились рисуночки на них особенно. Ну, вот это вот вообще просто красота. На елочку прям вот лучше не придумаешь. Я решила взять две. Вот это тоже симпатичнее, сюжетик. Остальные игрушки были почему-то по 2,99. И эти наборы запечатанные, все, все в порядке, все внутри. Там и крылышки, и вот деревяшечки кругленькие. И ниточки, и ленточка. В общем, все здесь на месте. Но по 99 центов. Остальные по 2,99. И дальше я нашла вот этих двух мишек. Там же у этого продавца. Они стоили по 2,50. Но можно было предложить свою цену. Я предложила 1,5 доллара. Продавец не согласилась. Но она согласилась отдать мне за 2 доллара. Каждый по 2 доллара. И у них доставка тоже на каждый была по 2,65. Я тоже написала, что ну, можно уже все 4 отправить, как бы, в одной посылке. Чтобы не платить мне столько за доставку. Продавец попросил оплатить всю стоимость на каждый по отдельности. Потому что она побоялась, что будет дорогая доставка. Здесь входят в набор рамочки. Вот такие. Цвет рамочки мне нравится очень. Вот. Здесь рамочки. Здесь деревяшечки. И по весу получается прилично. Особенно вот эти вот с рамочками. Она бы просила оплатить полную доставку. Но если вдруг у нее выйдет за доставку меньше, она вернет деньги. Ну, я согласилась, потому что, ну, как бы... Ой, ну, американцы не очень-то часто обманывают. Хотя, да, да, тоже сейчас в последнее время есть такие всякие разные. Но я решила довериться. И, в общем, она отправила посылку буквально через час. И еще минут через 20 мне на PayPal поступили назад деньги. В размере 4 с чем-то доллара. В общем, получается, что вот сами наборчики мне обошлись в 6 долларов. И доставка 3 с чем-то доллара. Там прямо на пакете было написано. Всю остальную разницу мне продавец вернул. То есть, 4 наборчика я купила за 10 долларов. Мне кажется, это очень-очень классная цена. Потому что... Да, елочные игрушки дороже стоят. А это свои такие будут. И вот с рамочками. Я хочу, вот почему-то из них я тоже хочу сделать елочные игрушки. Такие большие они. Котик уже у меня есть. Он как раз, наверное, тоже по размеру такой же. И хочу сделать. Дети уже разобрали себе игрушки. И почему-то сын выбрал вот этого. Ну, тут как бы видно мальчик, да. А здесь дочка решила, что это девочка. Хотя вот, ну, мне кажется, это два мальчика. Потому что и рамочки обе синенькие. Ну, в общем, это выбрала дочка, это выбрал сын. И ангелочков тоже разобрали. Это дочка выбрала, это сын выбрал. Вот, придется мне вот вышить. Не знаю, как буду собирать. Потому что у меня все-таки со сбором всяких игрушек и всего-всего такого проблемы. Да, отшить как бы не проблема. А собрать все это очень и очень сложно. Так что буду вышивать еще вот такие вот игрушечки. Ну, вот прям нравится мне в последнее время что-то такое маленькое, ненапряжное. Жалко, конечно, что-то увидя. Кончилось. И два наборчика от Sunset. И, опять же, в том видео я говорила уже про этот набор. Я очень-очень его захотела. Я не знаю, мне случайно тоже попался. Я очень захотела его. И не смогла себя сдержать. Хотя, прежде чем покупать, я как бы выделила такой, ну, лимит, можно сказать. Что наборчики, которые так мне нравятся, я их буду покупать в пределах, там, 15 долларов. Которые мне очень нравятся. Я их буду покупать в пределах 30 долларов. Но это чтобы вот прям вообще капец как мне нравились. Вот, этот наборчик мне понравился. И так как я, я же хотела вышить Деда Мороза от Миробилии до Нового Года. Но он большой, и я боюсь, что я его не успею до Нового Года. Скоро родители приезжают, и я хочу по максимуму время привезти с ними. И вот этот наборчик, у меня прям очень чешутся руки, чтобы его начать. Но я уже столько всего наплодила. Этот наборчик, ну, он просто классный. Здесь вышивается совсем чуть-чуть. Вот это все белое, это все Аида. Здесь Аида 18, но я буду заменять на лен. У меня есть и равномерка, и лен, но равномерка у меня какая-то неравномерная. Вот, и скорее всего я буду вышивать на льне. Ну, классный сюжет. Вот я вот так хочу тоже вот упасть, поваляться очень в снегу. Но у нас круглый год лето. Размер работы 18 на 38, на 18 Аиде. Ой, 18, 20 на 38, на 18 Аиде. Очень-очень классный. Он полностью запечатанный. Единственное, это я тут уже ниточки повытаскивала, пощупать, потрогать. Ну, и цвета мои, мои любимые. Прям очень руки чешутся начать. Вот прям я, наверное, да, начну. И пусть мне будет совестно, что у меня много начатых процессов. Но очень хочется что-то такого зимнего. Я его купила 20 долларов и 2 доллара за доставка. За 22 доллара. Сенсет номер 13717. И это у нас 2004 год. Ну, очень он мне нравится, поэтому я его буду вышивать. Вот она и иголочка нашлась. Вот такая вот иголочка. Вот она из этого наборчика. И мишки. Мишки, мишки, мишки. Сказать, что я прям вообще вау, как влюблена, нет. Но они симпатичные. Я их видела в отшиве на ютубе. Мне понравилось. Мне понравились эти мишки. И я их выиграла на аукционе. Здесь вот единственное, что вот это вот оторвано. Ну, часто такое бывает. Здесь клеят ценники. И их вот так вот отдирают. И получается вот такая вот неприятность. Размер работы 25 на 30 сантиметров. На 14-й аиде. Какого года? 98-го года. Не прям вау. Но, знаете, я его купила за 15.50 с бесплатной доставкой. Вот цена, мне кажется, прям вау. О, нормальная цена, да. То есть, получается, он где-то до 1000 рублей стоит. Старый, раритетный, можно сказать, набор. Который, не знаю, не классный. Здесь очень много ниток. Конва вот такого вот цвета. И нитки такие, знаете, они... Вот как мне кажется, они зимние нитки. Они такие вот теплые, что ли. Даже не знаю, как их обозвать. Но вот прямо зимой, когда холодно-холодно на улице, мне кажется, такие цвета очень теплые, да. Они вот тяжеловатые такие. Мне кажется, ими классно будет вышивать. Но сейчас я его начинать не буду, пока у меня полежит этот наборчик. Но я рада, что его купила, потому что цена очень-очень даже привлекательная. Вот такие вот были мои покупки. И, честно, я не знаю, когда это вообще все прекратится, когда я уже остановлюсь. Потому что, ну, зачем столько, да? Казалось бы, зачем столько всего нужно? Ну, хочется. Почему-то хочется. И если есть возможность, наверное, я не остановлюсь, пока есть возможность. И пусть они лежат, и что-то будет вышиваться. И вот такие покупки были за последние, не знаю, сколько времени. Так что пишите, девочки, кто такой же, как я, и не может остановиться. И что еще я хотела? Так очень подушки от Лука Эс. Вы даже себе не представляете. Еще и выставка, еще и розыгрыш был. Ой, ну я прям вообще, я влюбилась в зайчика, в шляпе и в сову. Очень классные подушки и комплектация. И цена хорошая. Но, блин, доставка дорогая. И что-то я как-то не решилась на такую покупку. Зато вот, вот, покупала вот это вот. Все. Можно сказать на ту стоимость, если бы я купила две подушки просто. Не знаю. Не знаю даже, что еще сказать. Пора меня вообще наказывать. Потому что еще ничего не вышло. Наплодила фиг знает сколько всего. И еще вот столько она покупала. Пора за голову хвататься, браться и как-то останавливаться. Если получится. Вот. Буду на этом прощаться. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Безумно приятно. Пишите комментарии, кто такой же ненормальный, как и я. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok